Ясновидящая наследница знаменитого осьминога Пауля по предсказательной деятельности живет в Нижегородском зоопарке. Тапир Клеопатра тоже демонстрирует чудеса своих паранормальных способностей. Она предсказывает победителей матча. Система проста. Две одинаковые миски с одинаковой едой. Какой первый подойдет, тот и победит. Первый у нас Францию Ругвай. Содержимые мисок одинаковые. Всех фрукты. Бананы, яблоки, груши. Наша предсказательница Клеопатра. С ней ее верный конвой, утка Викентий. Кажется, она выбрала команду Ругвая. Да интуиция подсказывает. Вот я тоже за эту команду. Вы знаете, есть природное такое ощущение у животных, которому людям надо прислушиваться, я думаю. Все-таки я солидарен с ней. Ругвай, думаю. Ну, я думаю, что животному виднее. Он чувствует и погоду, и человека. И знает, кто выиграет. Поэтому давайте верить нашим замечательным животным. Ну, основная часть предсказания ее сбылась. Поэтому я думаю, что можно надеяться, что она говорит правду. Она вещает нам с начала чемпионата мира. Из шести на данный момент предсказанных и уже прошедших матчей она ошиблась один раз. Наверное, потому что она у нас девочка, а чаще всего какие-то паранормальные способности, дар предвидения выявляются у женщин. Наверное, поэтому. Опыт есть. Но, как показали ее предыдущие предсказания, она не всегда так уверенно идет. Когда были матчи с результатом ничью, она очень долго сомневалась, какой делать выбор, не хотела предсказывать. А сейчас мы узнаем судьбу очень важного для россиян матча. Россия-Хорватия. Ну, Клеопатра, не подведи. Очень хочется, чтобы победила Россия. Но, кажется, победит Хорватия. А Викентий за Россию. Выбор сделан. К сожалению, прогноз для российской команды неутешительный. Клеопатра отдала предпочтение Хорватии. Но посмотрим. Мы надеемся, что, может быть, она ошиблась в этот раз. Ну, вроде этот Тапир еще не ошибался, поэтому я, наверное, ему буду доверять. Хотя хочется, конечно, чтобы выиграла Россия. Наши не подведут. После Испании, как они сыграли. Россия и наша. Но я думаю, что мы поднажмем и силой мысли с Богом выиграем и переменим ситуацию. Потому что мы едины, мы Россия. Надо просто верить в свою команду, мне кажется. Тогда победит точно наша.